Добрый день дорогие друзья, я себя сегодня чувствую Аллой Михеевой, мы находимся в Каликино, здесь проходят гусиные бои, традиционная, старинная русская забава. С праздником вас! Гусиные бои объявляются открытыми! Рождается новый день, в лучах перламутра, улетай сладкий сон, нам расстаться с тобою пришла пора. Егорыч, вот сюда! Рождается новый день, и мудрое утро, широко распахнет этот мир для любви и добра. Золотой росой травы светится, побегу восток, с утра встретится! Бывают ли такие случаи, что, например, судейство нечестное, и потом хозяева этих гусей между собой выясняют отношения? В истории ни разу не было таких случаев. Вообще считается, судья, это как бы, вот как он сказал, так и будет. Никаких никогда претензий к судье не бывает. Почему? Потому что судья, во-первых, сам гусевод, и не просто гусевод, он опытный. У нас сегодня судья Александр Гуревич Игнатьев. Он сам всю жизнь был гусеводом, брат его родной здесь тоже участвовал, гусевод. Поэтому все бои Каликина проводит именно он, как судья. А какое, вот там говорили, что если за лапу гусь укусит, например, то это уже все. Ой, вы знаете, там есть свои правила. Значит, первое, удар в голову запрещен. Если три удара в голову делает гусь, его дисквалифицируют, то есть снимают соревнования. Также нельзя щипать за ноги. Единственное, вот у них, как видно, они щипают за крыло, либо бьют крыльями. Вот у них и самое. И именно у них в породе заложены вот эти, как поясовские буси. Мой город. Мой город.